друзья мои зайцы мои пушистые сегодня продолжаем с вами разговор про психотипа и на очереди у нас эмотив эмотивный психотип какие они но тут я думаю даже само название уже очень четко говорит за самого его обладателя это человек очень такой восприимчивый чувствительный очень открытый способный переживать достаточно большой спектр эмоций и причем достаточно глубоко в эти эмоции погружаться этот человек очень искренний эмотивов их некоторые бывают путаются и с истероидами бывает иногда путают с гипертимами но они совсем другие то есть истероид он тоже эмоционален но эмоции и истероида и того же гипертима они как вам сказать более такие поверхностные они сильно в них не зависают не погружаются а эмотив он прям может из-за чего-то расстроиться может ну скажем тогда как-то вот слишком близко к сердцу воспринять какую-то такую ситуацию он просто не может иначе он берет часто чужую боль на себя какие мы с вами можем типажи эмотивов привести там из кино из литературы но вот мне наверное и самым таким ярким и типичным кажется наркиз из опасного возраста из нашего русского опасного возраста это человек который очень любил вот эту вот свою профессию очень был ею увлечен он нюхал до ароматы умел распознавать был у него очень чувствительный нос он ведь на вот этом своем навыки на вот этом своем таланте это реально в том числе розетку у меня тут видно был и его природный дар такой он мог быть мог в разы больше заработать ему там кто-то из коллег по работе говорил что посмотри вот этот он дал по заграницам разъезжает вот этот он там еще что то делает а ты что же ты вот так же и сидишь на этом месте то есть а он об этом не задумывался он просто жил ну как чувствовал его сердце жил такой вот расслабленной жизнью занимался тем что ему приятно другой пример вспомните сериал не родись красивый катя пушкарёба отзывчивые честные искренне с какими-то такими альтруистическими порывами то есть как раз тоже яркий такой пример эмотивности какие они давайте по качеству пройдемся это люди вот искренне такие добрые и отзывчивые они это делают не потому что им надо там где-то сыграть какую-то роль не потому что им от кого-то что-то надо они сами по себе такие вот еще другой пример тоже из кино помните где рево играл как вот что-то стас михайлов там его пародировали по-моему кино дублер назывался и был там какой-то брат-близнец который массажем увлекался какие-то травки выращивал на велосипеде катался его как-то звали еще по странному да то ли вы высисуали какой-то что-то такое вот классический эмотив еще амели которая да живет в каком-то своем таком прекрасном мире вокруг растения там цветочки она такая вот вся на какой-то своей волне при этом это люди которые боятся причинить кому-то боль они не хотят этого делать им надо чтобы чтобы атмосфера была если они видят что рядом кому-то плохо кому-то сложно они обязательно тогда придут на помощь они реально добрые от природы добрые они потому что надо сыграть такую роль там как в ряде случаев например бывает у гипертимов да я тебе помогу но обязательно чтобы это было замечено что я помогаю и у тех же истероидов да то есть мне жалко я правда плачу и так далее но ты оцени что я вот такая тут и мотивов этого мать у эмотивов нет этого мотива и все на сон какие пошли двухсложные стишочки что еще эмпатичность они реально очень хорошо чувствуют и распознают эмоции другого человека да какие-то чувства какие-то состояния им не надо все это объяснять они реально это чувствуют и это понимают они на себя берут чужую боль они вживаются в какие-то образы то есть не потому что они очень сами в себе вот это вот как-то культивируют а именно потому что но они такие они не могут иначе они так с детства живут что еще они достаточно глубоко переживают эмоции если уж он страдает он страдает если он радуется то радуется я еще раз говорю здесь если проводить параллель с эмоциями того же истерика истероида у истероида будет по-другому истероид он полчаса назад на могиле только рыдал да через полчаса пойдет там будет радоваться чему-то потом опять у него настроение испортится у мотива конечно не так они могут особенно если какая-то негативная грустная эмоция они могут там в общем-то погружаться в этом что еще любовь к животному и к природе конечно многие любят прогулки в прекрасном лесу там на пляже да любят потискать котика какого-нибудь или кролика тут уж вряд ли да мы можем все это списывать на типаж но вот у и мотивов это особенный какой-то линии идет они восстанавливают силы восстанавливают здоровье таким способом и вот этот контакт очень нужен часто среди мотивов но вы людей таких интровертированных всем это просто как воздух нужно вот побыть вот такой вот обстановке поэтому ну это нормально если его тянет куда-то вот в эту сторону если у вас такой близкий это если про ваш типаж речь то вам больше надо контактировать с растениями с любыми там со свежим воздухом с животными с маленькими детишками в том числе и мотивы ну не у всех но многих из них очень хорошо вот этот вот контактор с маленькими детьми получается то что они но такие вот ребенок двойного дна не чувствует он чувствует приятную энергетику даже если мотивом там никаким образом например к сфере воспитания не относятся вот а так животные растения это прям доктор вам прописал что еще они ценят отношения не конечно же умеют их сохранять то есть они будут держаться до последнего за какую-то там за семью за какую-то дружбу они будут идти до компромиссы они будут действительно договариваться потому что изначально у них нет там к самим себе вот это вот посыла вот это вот требование да что ну не хочешь и не надо я такой какой я есть да я люблю себя и этим все сказано это не про них им важно атмосфера им важно понимать что их любят тогда что к ним хорошо относятся они все для этого сделать к сожалению так бывает в парах а мне редко я такие вижу пары там где как раз человек эмотив но его где-то используют на нем даже едут поэтому если это про вас если вы эмотив будьте пожалуйста осторожнее автоматически не переносите на человека свои какие-то критерии свою систему координат условно если для вас нормально верность ждать прощать и так далее то не факт что для вашего партнера это также нормально и что он априори такой же пожалуйста как бы это жестоко не звучало но оценивайте именно реальность такой какая она есть что еще для них очень важна атмосфера они даже рабочие места карьеру сфер деятельности выбирают такую где вот для них есть эта атмосфера что они вкладывают в это понятие комфорт к ним хорошо относятся их знают позитивная атмосфера это для них какая-то такая понятная территория и так далее то есть и они например выбирая между какой-то такой карьерой достигантора между каким-то дискомфортом но за который им хорошо заплатят они лучше выберут атмосферное место то есть не всегда но часто это именно про них что еще они не конфликтные то есть они изначально настроены можно сказать их девиз это мир во всем мире гармония гармонизация чтобы все со всеми дружили чтобы все друг друга любили то есть они и коммуникацию то свою другими людьми строят именно таким образом то есть они действительно как могут уходят от конфликта и к сожалению в ряде случаев в ущерб себе та же самая там истеричка или тот же самый гипертин да когда надо они только так в конфликт могут впрячься или тот же самый там паранойка и пилиптует они потребуют да и все мне надо они возьмут свое а эмотив он будет как-то вот обходить острые углы и да пытаться там понять другую сторону к сожалению зачастую и ущерб себе поэтому где-то им стоит учиться даже конфликтовать им стоит учиться говорить не чтоб на них не ехали к сожалению это так что касается их внешнего вида они любят мягкие линии такие вот часто приглушенные постельные тона они любят натуральные ткани но часто натуральные не любые да не какой-нибудь там жесткую там стилизованную мешковину какой-нибудь нет они любили любят такое все мягенькое они любят очень трикотаж кстати какие-нибудь мягенькие кофточки летящие сарафаны там какие-нибудь футболочки такие полу вытянутые да но вот что-то в таком духе будет им комфорт нужен там комфорт моему телу комфорт моим там органам чувств да комфортное окружение где меня все там любят знают где для меня безопасная среда вот она вот что важно для мотива что касается профессии карьера они вообще очень конечно предрасположены каким-то таким творческим специальностям где не надо прям быть жесткой какой-то системе тем более где не надо кого-то прессовать кого-то как-то организовывать потому что им сразу всех жалко им неудобно потребовать им там что-то еще неудобно да какой-то выпад такой реализовать то есть они кстати часто любят там рисование какую-то лепку музыку как будто я вначале вам тоже ролика привела пример с наркисом который ароматами занимался до создания ароматов любят работать с растениями с животными они кстати нередко выбирают помогающие профессии те же самые психологи учителя врачи но какой у вас будет психолог эмотив это очень часто такой любите друг друга сами во всем мире дети мои а что ты чувствуешь а сейчас что ты чувствуешь какой-то такой психолог действительно эти психологов прямо вот ну целая такая вот категория есть наверное они на каком-то этапе может быть и эффективно просто другое дело в том что психолог должен быть разным где-то он должен дать структуру метод где-то он жестким должен быть где-то он провокацию должен вести а где-то он таким вот должен быть легким эмотивным очень таким эмоциональным действительно они любят тоже такие профессии что еще врач но опять же не каждому эмотиву можно быть врачом скажем так каждого типа эмотив допустим который работает детским стоматологом до эмотив который работает массажистом до но и эмотив который работает хирургом как он например да грузонется встанет условно я вот сейчас правильно или неправильно артерию перережу человек умрет или не умрет то есть тоже важно понимать вот этот вот уровень чувствительности и смогу не смогу я принимать решение в какой-то такой сфере а так вот любые творческие проекты они кстати и мотивы они могут быть довольно исполнительными они часто работают кстати на саш таких простых должностях когда например ты должен какие-то похожие операции с документами проводить или ты должен при звонке по какому-то стандарту принимать они могут эффективно и вполне так достойно работать но а им важно чтобы атмосфера была хорошая ему в одном месте коллектив не нравился ему там плохо даже если зарплата выше была а здесь зарплата поменьше но здесь коллектив душевный с чаепитиями там с разговорами о родственниках и так далее вот и вот тут хорошо он тут будет держаться поэтому люди такие атмосферные очень чувствительные такие настроенные на сохранение отношений будь то близкие отношения там к примеру в паре или отношения с родственниками отношения с друзьями то есть они не очень любят себя прям большим количеством людей окружать то есть скорее всего это какой-то такой ограниченный круг опять же и мотив он много с кем может жить нормальный такой устойчивый пары или допустим там дружить но как раз потому что он подстраивается он по никому понимающие в данном случае сторона и не всегда и мотивом может быть счастлив но не всегда он сам себе в этом признается поэтому еще раз говорю если это про вас то да и мотивы дорогие мои то пожалуйста думайте о себе и о своем счастье очень важно и где-то может быть стоит в себе какую-то структурность где-то какую-то логичность развивать то есть вот никак без этого иначе очень много найдется тех кто будет радостно на вас ехать на ехать на вашу вот это вот доброте друзья мои если вам нужна моя помощь как психолога приходите ко мне на онлайн консультации мои контакты внизу под видео указано также подписывайтесь на мой инстаграм вера нижнее подчеркивание бокарева и пишите пожалуйста под этим видео какие вы типажи типы эмотивов знаете может из кино из литературы и знаменитостей кого бы вы такого яркого характерного привели потому что например кто-то вот относит сергей безрукова чулбан хаматова к мотивам я кстати где-то согласна но как мне кажется там у них все-таки есть и другие векторы может не все у нас люди ну скажем так относится к какому-то психотипу в чистом виде но может быть этот вектор но его могут быть и другие составляющие может быть вы кого-то еще вот прям явно так это отнесете и пишите темы которые вы еще хотите видеть на моем канале всем пока всем до скорых волнующих встреч